И мы возвращаемся после совсем небольшой рекламно-музыкальной паузы обратно на 17-й уже сезон Dota 2.CL. У нас ни много ни мало. На повестке дня все-таки кто же пройдет стадию, ну уже гранд-финала и встретится с командой Ivy, потому что у нас противостояние, ребят, OneMove против команды Hydra, и Hydra в итоге на первой карте победила. Напоминаю, что это BO3, ждем драфта второй, потому что непонятно, чего ждать. Опять же, OneMove, мне кажется, еще могут удивить. Hydra победила красиво. Она фиданула вначале крепко. Крепко? Ну там Беттик умирал по КД. Ну, наверное, ладно, попозже, попозже посмотрим вопрос. Вот там у Ликана была такая себе средняя игра, и даже несмотря на такой старт, они красиво камбэкнули. Но почему-то они возвращаются к старым чертежам. Это SF в первой стадии. И те первые мысли, которые у меня имеются для OneMove, это чтобы OneMove взяли себе либо ТБ, либо Фасилис Войда, либо Урсевича. Это вот три мощнейших героя, которые прям отрывают лица. По банам как будто это Нага какая-то, нет? Нага имеет ужасный винрейт. Да, но вот... Именно... Мы просто смотрели с Таняком все игры, и у меня такое ощущение, что Нага проиграл все возможности. Нага соло не выигрывают, к сожалению, нужен какой-то другой, либо второй кор какой-то, или полу-кор. Так же, как, в принципе, и SF, кстати. Вот вчера были показательные матчи, когда SF один не может просто против ТБ и так далее. ТБ именно в хардкерри, если появляется. Да, если против хардкерри не вариант, а если хардкерри нет, то там уже надо просто считать, у кого контроля больше в БКБ. В интервью Верна вчера еще отлично заходила. Вот вспомнят ли сегодня эти команды про нее? Потому что Айви показали, что работает герой еще. Ну, против физдопейсеров. И Сайленсер. А может быть это SF медовый? Ну, он куда угодно идет. Ну да, и возьмут себе хардкерри, потом гидра. Ну, мы посмотрим. В принципе, SF-то темпует нормально. Представьте, нужен какой-то хардкерри, который прям вот, ну, не просто бьет, а еще и что-то делает. Если он свой, то он хрансферу ставит. Ну, вот такого формата. Просто иметь вот двух героев, которые просто бьют, это немножко не то, потому что создавать движуху будет некому. И нужен какой-то баланс. И у SF с этим есть небольшой минус, что он только бьет и больше ничего не делает. Магических SF-ов мы сейчас не рассматриваем. Они вот в пабликах норма, в пабликах они норма. Кстати, да, в пабликах что-то как-то мета пошла больше на магический, но на просто они вообще не разные. В пабликах я сам играю, там очень много чего работает, чего не работает вот здесь и наоборот. Поэтому вот тут просто вот так получилось, что не мета фон драки 5 на 5. Основная проблема вот в магической SF, что в паблике все бегают по одному, и он стабильно кого-то нашел, ультанул, и три кайла. Сделал фраг. Здесь бегают пять челиков в одной стороне, в другой стороне. Стабильный контроль сквозь БКБ имеется. Он прыгает БКБ, неважно в кого, и получает лассо, купол, варлес панч, дум, все что угодно. И вот по этой причине он в драке 5 на 5 не имеет возможности дать хороший ульт, а хороший ульт — это залог успеха. У нас для ванмуф три мидера появляются. Айнкрат же на всех, да, трех играл. Я уверен, что таск-суппорт уже. Я думаю, что саппорт-таск, да. Да, таск-саппорт, но я вообще имею в виду, что три героя. Банка как саппорт, лбава, да, банка с шмотки. И, видимо, на фоне этого берут гидрошторм, а это получается у нас SF легкая, а шторм — это тот самый мидер, который потенциально начинает драку. Но начинать он будет тогда, когда появятся шмотки. До этого момента он не пойдет. Но на шторма, опять же, контроля не особо здесь есть. Из-за такого варлес панч, ну, не сказал бы, что это то, что шторма ловит. Пангольер, ну, тоже далеко вообще, не близко. Идеальный вариант был бы, конечно, какой-нибудь, я бы сказал, Бэйн, вообще здесь, который просто цапал за... Хотя, сказать, хвост, на хвостов шторма нет, за пятку, так условно, и будет чекотать. Но Бэйна сейчас не жалуют вообще на саппорт-позицию. Ну, я бы сказал, что им просто будут меситься лоп-лоп, и если вот просто драть глобальный замес, то тот же панголикан делают больше. Шторма урона лимитирована, у него манарный панк заканчивается, а у этих героев там не заканчивается ничего. Если вот рассматривать баны, то я бы просто убирал медведя в очередной раз, потому что Мишка сгрызает SF, очень хороший герой во все времена. Просто прям в него прыгает, ныряет, у SF эскейпа нет и дальше разменивается. Это у SF, что там просто урон и ульта, а у медведя пассив, ну, этот овер, ну, короче, сквозь стаки, ульта — это фактически неуязвимость, и еще пассив, ну, пассивка стака — это раз. И второй герой, который был бы шикарен здесь, это опять же Фессерис Войт. Он ловит шторма, он удушает SF, он с мантой или блэкинг-баром вообще неубиваемый здесь, его здесь тупо нечем убить. И, ну, у нас игры все, опять же, по 50 минут, он оденет 5 слотов, и плевать, что некому бить в хроносферу, он один за хроносферу развалит кого-то 100%. Ну что, последние бамы. Это Тим Берсо. Ну, еще есть ТБ, кстати, тоже хороший вариант для Ван Моффа. Очень много хороших вариантов для Ван Моффа. ТБ как ультимативное оружие выглядит против SF, особенно после вчерашних матчей. Я уверен, что у Гидры есть флешбеки, возможно, я сейчас ТБ-то и забаню. И Шторм, вот он даже, если прыгнет на ТБ, там, 3000 хп, 40 брони, Шторм не потянет. Поэтому, ну, кого-то из этих героев убрать надо, которых я причислил. Да что уж думать, ТБ. Из минусов, вот, из такой небольшой минуса, что у Гидры Лас Пик. Да, ТБ убрали. И вот если, условно говоря, появляется какой-то медведь, ну, допустим, то есть всякая грязь на уровне Виномансеров. Вот это, понятное дело, что показывается редко, но все еще это работает, вот именно там всякие Виномансеры, вот это вот то, что против милишников удушает, оно все еще есть. Ну, кстати, если появляется Урса, да, он с 4 милишника, и в целом Виномансер может реально не так плохо быть. Да, он будет очень крут. Но это Свен. Интересный выбор. Это Свен, это прям очень интересно. Да, просто обычно Свена любят брать против каких-нибудь Самонеров, либо там, где много юнитов и прочего. А именно так Свен? Ну, я не знаю. Теперь Гидре нужен не Виномансер, а просто герой, который контролит Свена. Он сингл-таргет. Что там, Бессмастер забанен, Бэтрайдер сложный, вряд ли они будут рисковать. Но он, кстати, был бы тут очень хорош. Просто дай лассу Свену, все, больше ничего делать не надо. Дай лассу Свену, увези его, закончится БКБ и добей. Неужели у нас ничего больше нет с контролем? Найф Сталкер. Это не контроль, это просто контроликана подъехать. Контроликана, да. Да, это Хава им Крипа. Крипа едется, не знаю, можно так сказать. И мне вот интересно, Ликан здесь, он тоже, ну, как это Вася уже делал, просто берет штуку за там... Поверлордами? Да, за большое количество денег. А Найф Сталкер уже контрит Шардом. Или же в этой игре Вася что-нибудь придумает и покажет там новый билд на Ликана. Не знаю. А какая альтернатива? Фаст, БКБ и Аура? Ну, смотри, раньше, когда был в Рейспакт, просто вот эти герои, Бейсмастеры и Ликан Трупы, они когда видели Найф Сталкера, они покупали в Рейспакт. Да. Сейчас понятное дело, что в Рейспакт шляпы, ну, еще есть там барабаны, кирасы там. Надо придумать что-то. Ну, просто покупать шмотку за большое количество денег, чтобы просто Найф Сталкер схавал этого крипа в драке. Это же бессмысленность. Бессмыслица. Как ни странно. Почему с бессмыслицами? А, бессмыслицы тоже бывают. Как говорится. С мыслицами? Нет, бессмыслицы бывают у нас на Дота 2 СЛ. И, как правило, все равно по паттерну определенному двигаются игроки. Посмотрим, что думают наши друзья из Лиги Сталкер касательно ситуации по коэффициентам. Они, конечно, неутешительные для ребят с команды OneMove. 3.15 на них дают и 1.32 уже на Гидру, на матч, опять же. Но все может измениться. Не забывайте, кстати, про баннер под нашей трансляцией от Лиги Ставок. Переходите по нему и страхуйте свою ставку до 1000 рублей по промокоду LIGA.D2CL17. Вот. А мы ожидаем старт второй карты и посмотрим, кто же в итоге окажется сильнее. Может, у нас там вопросики есть из ВКонтакте? Так, были вопросики. Я просто не знаю, успеем ли мы или нет. Если вы не в курсе, у нас в паблике Dota2.ruхаб админ задает вопросы, на которые можно отвечать. И вам, и нам. И вот прямо сейчас мы прочитаем один из них. Им движет глубокое любопытство, и он без устали путешествует по миру, пытаясь найти свои истоки, свою родословную и свой народ. О каком персонаже идет речь? Какой-то герой, который путешествует по мирам, потерял свои истоки, свою родную. Именно по мирам или по территориям? А? Именно по мирам или по территориям? По мирам написано. Нет, по миру, по-моему. По миру. А, по миру. То есть в одной. Сорян, сорян. По миру, то это очень похоже на Бестмастера, который Рексар. Вроде синяя. Синяя, а в скобочках вроде. Вроде. Ну вот по лору этого Варкрафта, Бестмастер, вот он путешествовал там по всем территориям, там на одну территорию. Он по Пандарену искал? Рексар? Ну да, Рексар. У него там даже отдельная компания была. Да, да, да. Искал Пандаренов, я так понимаю, да. Ну да, он там, ну что делать. Ладно, вам удачи в поисках Пандаренов. 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 А ты эту песню слышал от рука подкастера? Какую? Я Пандарен. Да, конечно. Это же суперстарый, это что, Димон? Это же когда Мистов Пандария выходило в миди, кстати. Кстати, спрятались в миди. Тут у нас потягивается ванмурф. Возможно, даже будет драка какая-то за первой баунти. Шикарный кадр. Я не знаю, редко видим Свена вообще. Не знаю, может быть там у Мункуши какой-то фетиш на этих милишников силовиков. Я не знаю, Антона ЦК бегает на Свене, может это его профиль. Такой герой. Вот ему реально надо слишком много сделать, чтобы он просто стоял и бил. Это слишком много условий для эффективного замеса. Вот в этом приятен тем, что он просто прыгнул, сам зафиксировал и сам развалил. А Свен он такой. Он там что-то кидает молотки, он там Блэкинг Бары неожиданно появляется. Он как бы еще и не ловкач, но посмотрим. Слушай, в лоте страшный герой, безусловно, Свен особенно, если доживает тоже. Ну, с условием, что он стоит, что все стоят на месте. Что стоят на месте люди, да. Он как Урса, я бы сравнивал его по импакту, потому что Урса, он силен, пока у тебя есть инрейш, пока есть БКБ. Когда это заканчивается, ты так же получаешь контроль и откисаешь моментально. Да, просто у Урсевича есть фишка, что Урсевич дает все дольше, чем время БКБ, потому что там еще инрейш очень много дает. Он еще сам напрыгивает, и он пассивку стакает, он там с каждой секунды все сильнее и сильнее. Урсевич и Урсевич как-то он в овероле получше. А вот именно Свен как-то, он очень больно бьет, но нужно держать на месте. Я вот вспоминаю уже эти игры, ну, давние-давние, когда мы играли там с Бёрнингом, Лонг Дэ Дэ, это вот было в Китае, когда все это дело только начиналось, когда мы тогда приехали на Лан, и у нас вот эти вот игры, мы запомнили на всю жизнь, что силовики-милишники страдают. Страдают, потому что там форстафы, гускептры, вот это все, урара. Ферик, Ферик спасает жизнь. Живет, живет, живет. Вот, ну, то есть не все же покупают эти вот форстафы, гускептры и прочие вещи, которые контрят милишников, а вот там прям было видно, что как только мы брали какого-то Свена, у нас были фанаты Свена, у нас был Дредд, который обожал Свенов, там, и прочие пацаны. Три-четыре форстафа. Одни гускептры на команду, и все, и он просто никого не мог бить. Он кого бы не бил, там люди просто укатывались от него. Поэтому по-своему, как он здесь пойдет. Тут мы видим довольно-таки приятную линию для сталкера, да, потому что суппорт салинтер против двух милишников смотрится круто. Он там одному бьет по ща, второму бьет по ща, ну и на сталкере есть шанс на линии получить хоть что-то до первой ночи. Рейнджа нужно забрать. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, тут борьба, вообще, я так посмотрел, определено только за рейнджей. Ну да, 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 это самое важное. Старается всеми способами забирать. Неплохо накидали здесь у нас Свену. Капидюрар он далеко заходит, на самом деле, получает шарды. Салинсер очень сильный. Вот он его бьет, он разменивается, но он с каждым... С каждым варом все сильнее и сильнее. Да, 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 и салинсер... Плюс у него вот для НТВК брони очень много, он... И атак спид у него хороший. У него вот по статам вообще сказка, а не герой, чтобы махаться. Поэтому тут вот именно до ночи, я уверен, на из сталкера все будет плюс-минусок, да? То есть он очень быстро возьмет свой левел. Тут еще и Салинсер, ну, видимо, коляет и по крип-стату, у него там более-менее. А вот после ночи есть даже шансы, хороший шанс развалить Свену. Тут Салинсер одна или не сильный герой. Такой крепенький, крепенький, крепенький крепыш. Так, ну что ж, снизу что у нас происходит тем временем? Бегает пока что Рубик. Выпуливал крипов, я так понимаю, да? Тинни его прогоняют. Да, Тинни пытается его гонять, не давать ему это делать. С СФ неплохо так фармить стоит. Пока что ровный ласхит, что у него, что у Свена, плюс-минус в равном диапазоне идут. Ну и Стар довольно такой спокойный. Пока что ФБ мы не видели. Интересно, где увидим. Где увидим, Рубик просто стоит лично экспой, так понимаю. Там пока есть такая опция. Ну Тинни молодец. Тинни проверяет все возможные точки, старается его прогнать. Понимаешь, что здесь главное, чтобы Рубик не мешал СФ. Уже там про слеканом один на один сто процентов справится. За счет кайлов, за счет большого количества урона. И здесь вот. Главное, чтобы Тинни вот был рядом с Ёлкой и просто выбегал за Ёлкой так, чтобы не ловить лишний герой. Вбегите за место, смотрю. Панга и Шторм прям... Прям рубятся друг с другом. Вот. Такой ланап, где очень много решает то, кто забирает рейнджа. Ну, у Панга, естественно, преимущество. Он просто прыгает и сразу же отходит. А у Шторму нужно напрягаться. Потому что Шторму нужно подойти к этому рейнджу или тычку аккуратненько дать с рейнджа. А там еще есть шанс, что Минс прокнет, когда условно говоря, крит находится на хайграунде. Поэтому там у Панга мини-преимущество. Волчки продолжают отрабатывать здесь у Afterlife. Неплохо Лекан себя тоже чувствует на лайне норм. Что у нас с Штормом случилось? Я смотрю, у него ХП мало осталось. Но он руна, я так понимаю, не забрал. Да, плюс все ресурсы тратит сейчас на то, чтобы добить крипов. Глиф. Глиф, ой, хороший. Да, молодец. И Рубик, руны, ой, молодцы. Просто без ресурсов поставляет Шторм. Да, тут еще, смотри, важный момент, что забрал Панга две руны сверху, а Рубик забрал две руны снизу. Баунти, и все, Шторм вынужден идти домой. А Панга стоит фулловой. Хорошо, очень хорошо сыграна. Такой там царский выход от спорта. Ну и вот Рубик у нас делом занялся. Понятное дело, что он Лекану сильно не поможет. Но Лекан как минимум просто на ХП. Стоит ему норм. Тут мы видим, что Салин продолжает делать свою грязную работу. И Слен уже стоит без ХП и без мана на линии. А здесь еще, напомню, не ночь. И по-хорошему Слену нужно нести фласки. Вот стоять с таким количеством ХП против Найт Сталкера не вариант. Учитывая, что ночь близко. Ночь близко! Ну ладно, первую ночь, как правило, на Найт Сталкере не сказать бы, что она такая жесткая. Обычно он ко второй начинает активно по карте передвигаться. На первую он просто фармит. А тут передвигаться не надо. Он на линии стоит. На линии стоит Слен. Сейчас Слен будет в ситуации, что ему нужно будет убивать лес. Вот, ночь настала. Все, Слен не может выйти на линию. И он сейчас более того не сможет запулить, потому что сделали одинарный отвод. Вот, крипчики возвращаются на линию. И удачи Слену подойти к крипам. Прочистная Сталкера. Да, пока проблематично и правда. Так, у нас вообще нападение идет в наглую сейчас вверху, снизу. Тем временем у Гилгира мало хп. Гилгир! Это ФБ для команды Хитра. Забирать еще и Хэри. Войне приятно, конечно. Сочно, сочно. Внезапно. Он врывается, как говорится, в топы Нетворса, мы видим. Панга все еще, конечно, перефармливает. Потому что у Панга по итогу получилась довольно приятная выигрышная линия. Чуть больше 200 золота заработал. Но опять же, это, видимо, за счет того, что там пока что бегал Шторм. Пока перемещения были саппортов. Оставили его без ресурсов. Панга в это время стоял на линии и продолжал фармить. Сейчас руна будет решать. Какая руна? Тихо, топовая руна для Панга. Да, хаста. Это супер руна, чтобы пойти и ворваться в СФ. Лучшая руна, которая может быть. И он идет. Он идет, идет, побежал. Там, правда, ликан еще нужен, который, правда, не 6-го левела. Этому асиста будет мало. Да, он только 4-го. Поэтому вот вроде Панга идет вниз. Да, его там еще видели на Варде, но ему не хватит дэмэджа под вышкой забрать. Асевчика. Тинни вышел, светил хорошо. Мид возвращается. В итоге тут просто достаточно много крипов, нужно все это дело зафармить. Ну и пока всего лишь один фраг. Один фраг за 7 почти минут. Прошлую игру. Смотрел там? Ну, я не видел все, Димон. Там вот параллельно. Там было похоже. Да, я понимаю, что тут много решается. У нас с тем временем обновленный коэффициент для гиставок. 1,85 на 1,85 на обе команды. Не забывайте про баннер по нашей трансляции. Получайте страховку на свою ставку до 1000 рублей. Поймайте Сэфа. Да, плохо-плохо раскатался Айнкрат. Сэфа блочит волчками. Но Shadowfink, наверное, все-таки погибнет здесь. Сложно будет уйти, конечно, трех героев. Это первый фраг для команды OneMove. Ну, если я даже типнул, узнал, что он погибнет, то все равно типнул. Ну, да, не получилось. Ну, бывает. Ну, господи, кто не ошибался на Пангалере, кто не застревал ни разу. Какая разница, типнуть им надо? Симон. Ну, я, если что, никого не типываю. Я не знаю, для меня эти типы. Я тоже никогда не типывал. Ты отдаешь халявную эти, кристаллы или что там, вот это вот. Ну, короче, халявную валюту. Шарды для Dota Plus. Да, да, да. То есть, ну, вот ты делаешь лучше. Тем более, там сейчас Dota Plus обновили, новые эстетики добавили. Делиться явно не стоит. Ну, само собой. То есть, понятное дело, что, ну, там, кто-то это воспринимает якобы, якобы токсики, но, не знаю, я бы с кайфом. Если бы меня типались в игру, ну, скажите, что сделать, и все, мужики. Блин, ну, Димой, можешь вот так вот кататься на Пангиче? Тебя будут, типа... Я на Миране так катаюсь. Ну, или на Миране. Жесткий тыс. Только я никто не... Типа Эстезия. Ролик Тандер на Миране, я бы посмотрел, как это выглядит. Так, ну, опять же, по экономике ничего не изменилось. Свен, да, вот отстает. Единственное, если так посмотреть. Ну, мы знаем, что Свен там рано или поздно подет от леса, выфармливает, и очень быстро наберет свою эту. Стаки, кстати, спалил Тиня, и сейчас он погибнет! В этот раз Айнкрат нормально вкатывается, и Гилгир не успевает ничего сделать. Приходит сюда, правда, еще и Ворик. Так, пошел вперед, пытается Айнкрата забрать. Неужели соло-килл будет? Сноубол. Пока что живет Айнкрат, Ворик до конца. Какой же жадный шторм! И не залетает на ХГ! Сейчас его накажут. Скажут, должны наказывать. Бежит уже Эликонтроп здесь, Шишкарь замедляет. Шваклбакл не попал, но в итоге Afterlife фраг забрал себя. Шваклбакл? Видя, ну, Шваклбакл. Ну, Свэшбакл, господи. Забавная ситуация в последней драке, что если бы не замедление от Шишкаря, скорее всего, Свэшбакл достал бы. Но из-за того, что Штурм замедлился, он просто не попал в район здесь. Это интересно вообще. В общем, попытка была хорошая, но там везде немножечко не хватило Гидре. Но, в любом случае, довольно-таки много героев Ван Мув туда приехали. Вот, и пока они ехали, видно, что у СФ, даже несмотря на его смерть, все еще очень-очень хорошо. Вот, очень хорошая ситуация в игре. На Исталке он вообще топ-2. Потому что просто была очень такая хорошая, комфортная линия. Ну, я бы сказал, что Гидре по-хорошему нужно просто качаться. И герой слишком чувствительный к артефактам. Я бы сказал, через чур, поэтому... Бегать далеко за стаками противника не надо. Пусть лучше противник за ним бегает. Ну, что ж, тем временем 10-ая минута уже. Вышка упала, кстати, сверху. Унезапно, пока Свэн фармит леса и саппорт ушли, никто не оборонял вышку. Нападение на тиги снизу. Выспевает выкинуть Аваланш, но это не спасает, к сожалению, его. И начинается ответный пуш от команды One Move. Т-1 хотят тоже забрать. Сюда еще перетягивается и таск. Свэн в это время в лесах. К нему в гости приходит шторм. ДД, кстати, у шторма, поэтому вдвойне опасно. В бутылочке, я имею в виду, вроде как. Насколько я успел краем глаза заметить. Да, ДД имеется. В итоге Свэн отдыхает пока что под Т2-вышкой. А Нейсталкер топ-1 по Нетфорсу внезапно. А4-700 у него на руках. Арамлятик отрабатывает. Ну и продолжаем просто фармить. Ну Клауду, конечно, супер хорошо. Супер складывается игра. Покатился Пангалер. Что-то здесь очень легко забрали бельного Саленсера. Пангалер и Жуку создает. Пока Нейсталкер не пришел со сложной линии, этим нужно пользоваться и карать. Карать СФов, штормов, так как они... Они его забрать не могут, а вот он там очень хорошо катается вообще по-любому из них. В итоге у нас ребятки вдвоем пошли зафармить треугольник. Хотя по-хорошему это дело вообще на весь чей. Один СФ, вот, а шторм у него там был вариант там в другом месте покачаться. Ну ладно. Просто решили по-быстрому забрать без риска. Ну и по-хорошему просто стоять, вот так вот откидывать с пылы и ждать, когда СФ оденется. СФ это лавкач, он довольно-таки круто скелится. Просто по сатам. А учитывая, что против него играет один кэрри, этот Слен, это один кэрри на всю Камалу, то все, что ему надо сделать, это просто вкачаться и успеть просят бэк-вэр в драке. Смок в это время разбивает Гидро. Сейчас будет какое-то нападение, видимо, от них. Где-то и найдут какую-нибудь цель. Там кого-то нашли. Глобал пошел, да, уже вкатывается шторм, поймали Пангольера, Пангольер, очень мало хп остается у анкрада и он погибает по итогу. Да, Глобал забрали. Да, справились. Ну вот сейчас Глобала нет, есть вариант просто подойти и поднадавить на эту вышку. Ммм, что там Рубик бешеный какой-то, врывается на ускорение, конечно, забавная анимация в этом сете, да, у него, как этот Супермен, он летает просто только вместо кулака, у него посох впереди. Выглядит, конечно, интересно. Так, вышку забрали. Вышку динает. Да, не отдаёт, не отдаёт. Сверху может быть нападение на Клауда. Клауд подрубает ночь, взлетает, или Кинес вкатывает Сайнкраад. Клауд успеет ли сыграть Араблетиком? Нет, не успевает. И, к сожалению, это очень вкусный фраг для команды OneMove. К сожалению, конечно же, для команды Гидра. Ни в коем случае не стоило здесь, конечно, загуливать, но имеем, что имеем. Опять очень ровный Нетворс, если посмотреть. И вот мы смотрим опять очередную игру, в которой очень мало фрагов. Первые 15 минут, по сути, ну вообще ничего не меняется. Абсолютно зеркальная игра. Просто продолжаем фармить. СВН, кстати, уже врывается потихонечку вверх по Нетворсу. Пакет лосса начались внезапно. Потеряли пакеты. Ваму, давайте. Г, я нажимаю паузу. ГВР. Гоу, Ван Реди. Спасибо, Нимон, за расшифровку. Я расшифровываю для OneMove. А, для OneMove. Они что-то не реагируют. Паузу Гидра поставил. Может быть, у них тоже пакеты пропали. Кто-то своровал. Пакет лосс. Ну, знаешь, как это обычно бывает? Кто-то поставил один паузу, и ты такой, ну я тоже пойду отойду. Парни, подержитесь. Да, так всегда и было. Да, обычно происходит. Так что ждем теперь там, пока вернется кто-то. Ну, в итоге пауза, слава богу, была недолгой. Продолжаем наслаждаться дотой безудержной. Так, Фангич здесь дофармливаю себе первые молнии потихонечку. Там выход в оверлорд от Ликантропа. Что там по выходам от Комада Ван Мо? В смоках передвигаются. И вот в миде ИСФ могут поймать ИСФ. Но он уже далеко. Шарды, конечно, залетают. Но хватит ли демиджа? Чуть далековато ушел Пантомем. Вынужден тратить сноубол, чтобы отсюда убегать, потому что сюда уже перетянулись гидра. В итоге такая себе атака. Не самая удачная. Все нормально, я вижу. Он ультимейт по кулдауну жмет. Все, что можно выкачивает. За счет ультимейта фармит вообще с кайфом. Панга, мол, нельзя. Сейчас будет быстро. Так, руна появляется снизу. Это Аркейн. Очень хорошая руна для шторма. В первую очередь. Но, в принципе, и Пангалеру не лишний будет. Определенно. Да, Панга вот в этой игре. Мне осталось, чтобы покупать дефузапера. И шмотка, как это делает. Очень многие идут драться. Он купил себе молнии. И вот с молниями он будет медленно, но верно, видимо, превращаться вот в того самого второго кора, который будет... Ну, тоже дамажит. Молнии, они демиджи дают приличным. Найтсталкер у нас как-то заскучал сверху. То есть, понятное дело, что далеко ходить не надо. Но вообще, вот сейчас ему нужно накопить денежек на шард. И шардом отправиться на поиски Ликантропа. Это вот оптимальнейшая задача для него до конца игры. Ликантроп шлем почти купил. Кстати, да, у нас Вася решил ничего не выдумывать. Видимо, он просто будет стараться как-то этого крипчика, и же так, чтобы его не съели. Ну, это сложно, Мик. Хотя это очень сложно, да? И против Найтсталкера невозможно. И фишка в том, что если этого крипа не будет драться, значит, он не будет бить. Ну, очевидно, да. А там 200 дамажа в среднем. Это, то есть, в любом случае, в безвыходной ситуации ты тратишь деньги на артефакт, который работает в половину. У тебя по факту только аура остается. Только аура, да. В таком случае многие просто в ладони собрали. Шарды хорошие залетают. Хаби Дюрара, до свидания. Ти-го, хороший, го. Снизу на эншотах там что-то происходит. Там фармит. Фармит Свен. Рядышком Тини как-то внезапно показался, кстати. А Свен говорит, не понял. Это что за волшебство? И куда ты делся? Ты что, волшебник? А сюда уже приходит и Пантомем. Сюда уже перетянулся Пангалер. А Тини ушел. Тини красава. Соло стянул двух игроков, как минимум. И Свена заставил за собой побегать. Тини пятерку просто с сапогом взял и проиграл себе. Тини теперь нужно где-нибудь линию оставить. Он так-то много чего сделал по игре. И ему желательно просто дать покачать левел, как минимум. Потому что седьмой левел это мало. Ну и желательно, чтобы у него там рано или поздно появился блинг. Главное левел. Маленький малыш бегает. Охуй, надо покачаться. Да, но так-то потихонечку преимущество появляется. Вот в игре мы видим, что уже тысячи голдей за ванмов. И это уже хоть что-то, хоть какое-то движение. Орчет появился, наверное, еще у Шторма. Теперь будет Саленс. Перетягивается на свой аванпост. Сейчас Гидра. И, возможно, будет нападение. Потому что на Исталке в ночь бежит. Шторм полетел на кого-то. Эблонж неплохой, по 2МТ не залетает. Под фокусом находится сейчас Таск. Таск точно заберут. В это время там забирают Айнкрада. Соло Ворик разобрался здесь по итогу за один орч. Саленс реализован. Да, это два фрага в копилку команды Гидра. Молодцы. И сейчас Панга будут наказывать за его билд. Он купил Молнии. И это сразу сигнал для Шторма, что есть возможность забирать его за Саленс. Это раз. А теперь Панга нужно срочно собирать ИУ. Чтобы была хоть какая-то возможность контрить этот Саленс. Так, блинки. Блинку Тинни, блинку Свена. Почти синхронно появляются. Так, ну что, Вася. Мы побежим куда-нибудь. А то что-то они тут четвером трутся. И там уж тесновато для четверых. Давайте немножечки Смог. И мы хотим забрать Рошан. Ну что, сделать фраг под ультимейт Свена. Да. И потом с этим же ультимейтом валиться в Рошпит. Так, в миде нападение внезапное. Сноубол пошел. Нападает на Клауда. Клауд погибает на Исталкер. Отличный первый минус. В это время ССФ успевает раскастоваться. Но Айнкрату откровенно плевать. Он в ультимейте был. ССФу нужно бежать. Свен все еще в ультимейте. Очень больно бьет. Стан по двоим. Залетает еще и Гилл. Подставляется здесь Тинни. Это минус 2. В суммарном минус 3 от команды Ван Мув. Дабл килл делает Свен. И это сразу же выход в Рошану от команды Ван Мув. Это супер ганг он реализовал. Да, отличный. Отличный ганг получился по итогу. Ну и сейчас очень много получилось. Почти полторы тысячи на команду заработали золото. Да, заработали деньги. Очень много экспы заработали. 3300. Забрали вражескую тройку. И очень быстро разберутся с Рошаном. Да. Ну и видно, что вот Свен, если ему дают бить. А ему давали бить. Он, конечно же, наваливает так, как это. Ну что ж. Теперь гидра в тяжелой ситуации. Да. Придется терпеть. Придется терпеть, по крайней мере, пока будет действовать Аеги, скорее всего. И они прекрасно это понимают. Понимают это прекрасно и наши друзья из Леги ставок. Потому что коэффициент уже 1.57 на Ван Мув и на гидру 2.3. Выдает внезапно. Все переменилось. Вот сейчас, с одной стороны, Шторм как-то хочет реализовывать свой Сайленс. Но там ребята просто пятером бегают. Попробуют. Вот, видимо, они сейчас четвером кого-то загангают. Но у Ван Мув нет причин сейчас расходиться. То есть им с Айдисом просто вот собираться все вместе и идти либо на Т2 сверху, либо на Т2 снизу. Ну, в идеале Т2 снизу забрать, а вам по-моему, переколдовать. Шторм без БКБ. Без БКБ шторм слишком низы. Тут 4 героя имеют контроль. 4. 4 героя его останавливают. Я согласен, да. То есть Салинс, это, конечно, прикольная штука, если заходишь кого-то загангать в одиночку. Но, когда идет просто мясо на тебя от 4-х силовиков, то Салинс там, конечно, даст, но они его сотрут в порошок бы там за пару секунд. Хм. Забавно получилось. На Трубика. Там у нас втроем, да, выход сейчас в сторону Шторма может быть. Шторму нужно быть аккуратнее снизу. Снизу надо запирать. Блинкдаггер приобретает себе также на Исталке, чтобы быть более мобильным. Тут БКБшка не за горами для Свена. Но игра заморозилась. Ждем Блокингбара. На Шторме. Нет, Шторм не хочет, он с Анжен Кайса. Но мы все равно ждем. А? Мы все равно ждем. Надеемся и верим. Даже не смотрим. Нет, мы ждем. Мы не надеемся, мы просто не верим, мы просто ждем. Хорошо. Чтобы он его купил. С БКБ все просто. Он влетел в Рубика, забрал его. Ну и там потом кого-нибудь доберет потом. Но ничего подобного пока нет. И они хотят идти, ты смотри. И они идут. Свен, кстати, вот Блокингбар себе несет. Да, они реально не боятся. Свен пока что отошел. И если драка сейчас начнется без него, то это будет неприятно неожиданностью. Первый поставляется Таск. Поехал уже Айнкрат. Таск пока что живет. Рубик его спасает. Но влетает Шторм. С Таском должны разобраться. Рубик ворует Боллайтинг, кстати. И вот Ликантроп в форме уже забегает. И вот Свен в БКБ и в ГДС. Но летает Найсталкером в недосягаемости. Рубик успевает уйти на Боллайтинге. Живет. Убегает отсюда также и Afterlife. И отступает Свен. В итоге решили пока что не принимать бой ван мув. Потеряли в итоге одного только. А, нет, не одного. Уже забрали и Рубика. Ну, двух саппортов. Неудачно прыжать Свену. Он, по-моему, за драку ни одного удара не сделал. Не нанес. Он там что-то как-то бежал, бежал, бежал. Он к Сталкеру прыгнул. Он к Сталкеру прыгнул. Да, да, да. Ну, там вообще по драке вот видно, что вообще как будто драки не было. Там вообще никто ничего не нанес, ни одной кнопки не нажал. Просто все убегали. Он там пару ударов. Свен в итоге разобрался с Тиней, мы видим. И все, на этом все и закончилось. Так, Тиней на реакцию. На реакцию успевает уйти. Как же он переигрывает их? Да, это уже второй раз, кстати, в этом же месте. Флэшбэки какие-то уже вьетнамские начались. Тиней хитрец-мудрец. Всех обвел вокруг пальца. Мы Эйгис и еще Ван Мух имеются. То есть все еще для них хорошая опция, это просто самим куда-то сходить. Там у Свен откатится ГДС, появится БКБ-чика и надо где-то подраться. Расход такой, что вот у них Свен, он очень быстро оденется. Он ультра быстро оденется в этом драфте. Он по сути является таким сло-корм, который выкачивает вообще весь лес. Стоим, как у противника там качается из спины. Опять он их обыгрывает, да что ж ты будешь делать-то? Ну нет. Поймали. В этот раз его поймали, но он смог атаку спалил. Поэтому нормально. В принципе, не зря была эта жертва. Из минусов, конечно, то, что он байбэк тратил, поэтому придется дополнительное время в таверне посидеть, что он бы неприятно, безусловно, для Тинину. Это лучше, чем забрали бы кого-нибудь другого из коров. Вариант. Продолжаем фармить. Так-то преимущество потихонечку падает. Мы видим, у ребят с командой OneMove. Сейчас нас левушку заберут, то наоборот подрастет, конечно. Ну и по такой игре фарм Свин очень быстро закончится. Им нужно потихонечку ускоряться. Пока шторм слаб, надо на эту слабость дать. Шторм влетает, ничего себе. Рубик хотел было подловить, но не вышло. Вышка упала. Вышка упала хорошо. Вам пост переколдуем замечательно. Вышку сверху успеваем задефать вообще отлично. И теперь нужно аккуратненько выйти на вражеский треугольник. Через низных волков Афликана. Что ж, летит Пика для СФ, летит Сэнш для Найсталкера тем временем. Я надеюсь, что это Алибарда какая-то будет против Свойна. Отличный вариант, как вам здесь. Да, Алибарда плюс Кираса. Вау, и собирается потихонечку Найсталкер. Ривер прилетает для Пангалера. Интересно, это что он будет? Тараску собирать, что ли? Нет, это Сатаник вообще будет. Я первый раз такой билд вижу. Это Кэрри Панга. Панга, который собрал себе даже не одну, просто первую молнию. И следующим артефакт сразу же Сатаник. Он хочет быть Кэрри. Просто хопа. Нападение на Ликантропа. Ликан под Саленсом. Поймали еще и Рубика здесь. Ликан погибает. Рубик тоже таверна. Врывается Свен. Разбирается с Штормспиритом. Проблемы у Тинни. Тинни пытается убежать. Свен потратил Блэкинг Бар. Варлос Панч залетает в это время в СФ. СФ дает раскаяловочку. Неплохо. Врывается здесь. Сайенградного урона что-то не хватает, откровенно говоря. Поэтому СФ живет. Пошел там Найсталкер. Не смог забрать в итоге более никого. Это пока что еще не конец. Потому что забирают еще и Тасика здесь. Суммарно получается 3 в 1 плюс байбэк, насколько я успел заметить. От Рубика был, да? Ну, увидели шикарно. Или это дайбэк был? Они увидели шикарно. В общем, к Пангалеру есть вопросы, потому что он играет все же против Сайленсера. Ну и хоть что-то иметь против вот этих вот Сайленсеров было бы здорово. Вот этот топор, он смущает немножко меня. Ну, мол, не еще ладно, да? То есть он там хочет дамажить и хочет фармить. Но вот топор такой шмоткарный, причем так быстро, это странно. Я согласен, я говорю, я первый раз такой билд вижу вообще. Я не представлял, что даже такое бывает. А вообще Сатаник имеется ли сообразно собирать для Панга? Я тоже не видел ни разу. Когда он катается, ему вообще плевать максимально, этот Сатаник. Ему главное, чтобы он покатился, а все остальное уже не важно. Шторм, летает на Энкрада! А ИСФ-то рядом. Да, а тут из-за того, что ему нечем сбросить Сайленс, он подставляется один. Он на регулярной основе отправляется в таверну просто на рано месте. И самое главное для него это снять себе Сайленс. А там два Сайленса, там Global и Сайленс Шторма. И покатиться это. Потом уже все что угодно. Пусть делает, но главное вот это. Да, так-то камбэкнули уже у нас Гидра по экономике. И уже даже вырвались вперед тысячи голды, считай, практически за ними. И такое ощущение, что инициатива теряется потихонечку. Не сказать, что сейчас инициатива за командой Гидра, потому что Свен, не забываем, он все еще очень опасный. И он достаточно богат. У него вот уже Кристалис будет с Фильвера. И уже даже вот с Фильвером он, мне кажется, спокойно может там загадать. Ну это уже, считай, у него заканчивается лоты. Да, уже с лопиночной заканчивается. Разложить маску в мета, скупить себе сатаник и все. Ну и авт на дюблинг. Все, и он, вот он уже одет. Там сабли заменить на что-нибудь. Но опять же, это все очень быстро произойдет. Он там одну шмотку продал, новую купил. Вот такая. Так, Шторм Тюремя, Сурун Инвиза уже в позиции. Найсталкер уже имеет Алибарда. Это прям хорошо, хорошо. Алибарда Кираса Эбисова, он готов соло закрывать Свену. Просто сделай так, чтобы Свен бил тебя, и пока он будет бить Найсталкера, Свену сбинают другие герои. Так, что у нас по таймеру? Таймер таков, что через 10 секунд появится следующий Рошан. И очень хотелось бы за него, наверное, подраться обеим командам. И желательно выиграть, конечно, драку. Смог, разбивают Гидра. Клауд побежал уже вперед на разведку. В это время он набегает Тинья. И могли бы подцепить кого-нибудь. Но тут Пангалер немножко обхареждает. Да, обломал планы. Вгрызается Клауд на спунтомема. Анкрат в итоге укатывается. Анкрат, ой, Сален залетает. Какой отличный Свен подставляется! И погибает без байбека перед Рошаном. Это критическая ошибка сейчас от команды Ван Мув. Забирает еще Анкрата. Суммарно так-то уже минус 3 от Гидры. Красавчики! Просто отличная драка по итогу. Но и Ван Мув, конечно, в кавычках тоже молодцы. Устроили не пойми что. Открываем, говоря, какой-то... Свен не в той последовательности прожимает кнопки. Да, да, да. Первая кнопка БКБ всегда. Потому что вот этот ульт он успеет прожать после БКБ. Все остальные способности тоже. Главное нажать БКБ. Если не успел нажать БКБ, словил там Вортекс, расчет и еще это все. Это конец. Тут его моментально наказали. Вообще ничего не успел сделать. Ну что ж, по итогу это уже 6000 золотых преимущества за командой Гидра и выход на Рошана, да, наверное, прямо сейчас? Да, ну вот Гидра снова у нас камбэкает за счет командных действий. Они там, ну, например, если они идут наравне, то там буквально вот одна-две драки. Там где-то вардик лучше поставить, где-то просто ворвутся лучше, как команда. Классно по фокусу поработают. И сразу набирают преимущества. Как же Тинь их катает. Продолжает развлекать Тиньи, отдуваться. И сюда уже команда подходит. Да, Тиньи заберут. Но какой ценой? Тинь из себя Ультимейт Панга вытянул. Плюс Рошан. Да, и плюс выиграл время, пока команда Рошана забирала. А это так-то второй Рошан, там еще и халявный шар, не забываем, наличие. Перемеется. А вот и Сильвер готов также для Шадоу Финда. Вообще Шадоу Финд под ДД. Правда, ДД заканчивается уже, но все же. У Сэфа тоже слоты заканчивается. Да, но я повторюсь, у них потенциально два кэри, это вторая Шторм. И я бы сказал, что Найт Сталкер, вот он в лейте тоже очень... Третьим еще может быть кэри. Да. То есть Шторм, он там тоже в один момент плотно наваливает. Ну не так, конечно, как и Сэф, но зато он еще и контролит. Вот он, нет БКБ, мы видим наличие, но вот он же. Вот, а у Ван Мур по сути такой драф, что там Панга вообще непонятно сейчас, в кого он превращается с его айтом билдом. Лика он просто бафает Свена. И по сути там только один кор, это Свен. Который в некоторых случаях БКБ не нажимает вовремя. И вот каточка идет к тому, что здесь прямо идет ультра-дожим. Ой, на Айнкрата охота началась, Клауд полетел. Айнкрат не успевает раскастоваться, улетает. Нет, не улетает, видимо, потому что Шторм тут рядышком. Урона должно хватать. Айнкрат еще один Свэшбакл пытается улететь, но его никто не отпускает. Да, игра превращается в ультра-дожим, где Найт Сталкер и Штом вдвоем контролит всю карту. И выйти с базы почти невозможно. Это все оверфарм для всей команды. Там и Тинни. Потихонечку начнет набирать свои слоты с Аленсера, там что-нибудь получит. Вот, Трикора сейчас просто будет забирать всю карту. Ну и, к слову, вот про Лика на пару слов. Снова у нас герои, которые покупают Хэлм оф Оверлорд. Снова Найт Сталкер просто купил шар, съел крипа. И снова герой вот с этим Хэлм оф Оверлордом как-то из игры выпадает моментально. Стоит задуматься. Либо Банни Найт Сталкер, либо просто в другом айтембилде. И правда, агоним еще для шторма готов. Ой, такая боль. Сейчас начнется врыв. Поймали Рубика. Рубик сам себя выкидывает. Рубик это Барон Мюнхгаузен, знаешь? Помнишь? Который на пушке катался? Нет, который, да, сам себя за волосы доставал из болота. А, вот так? Так же. И на пушке. Я об этом ничего не знаю. Ой-ой-ой, Варлд Спадж. Но там Оега. Там Оега. Нужно спасать сейчас ССФ. И сюда уже бежать. Что-то бежать. Сюда уже все бегут. Клау прыгает вперед просто. Шторм полетел вперед. И получает стан. Но там дизарм. И поэтому Свен не может драться. В это время Вортекс по двоим залетает. Погибает Свен. Авторлай пытается улететь. И он улетает. Вкатывается Айнкрат. Пытается добить все-таки здесь Шторма. И Шторма добирают. Айнкрат уходит на Свэшбакл. Но не уходит, к сожалению, с Пантаймем. Прыгает. Тинни вперед. Перехватывает Айнкрада. Выпрасывает его обратно. И тут уже его ждет вся команда Гидра. Это еще один минус. 4 в 1. В итоге драка в пользу. Команды Гидра молодцы. 11 тысяч за ними. Но вот правда линии отпущены. Поэтому не удастся выйти сразу же на Т2. А Эгис реализован на действие здесь. СФ лупит. СФ не прощает. 2К суммарно за драку. На команду выиграли Гидра здесь. По миду подходят к репочке. СФ соло готов ломать Т3. Аура работает. Да, уже есть какой урон. Оп, посиделся. Хорошая белка. Прям такой супер шард получается. Учитывая, что у нас почти в каждой игре стараются играть Лекан или Бессмастер. Это... Это открытие... Турнира. Ага. Потому что у нас до этого, помнишь, была куча игр, где просто на 25-й Лекан заканчивают игру. А тут на 15-то и вкатывается Насталкер уже не в первый раз, кстати. Хавает крипчика и все. И как-то уже Бессмастер с Леканом мало что делает по игре. Ну что ж. Гоу. Лаги закончились. Продолжаем. Не смогли в итоге Т3 забрать. Отступают пока что у нас гидро. Пофармить еще какое-то время. Там, я так понимаю, выход потихонечку уже в бабочку, да, для СФ. Почти готово. Грустный Рубик. Вот он в игре сидит и думает, блин, а нафиг меня взяли, что мне воровать? Ну... Так подумал. А зачем он нужен здесь? Зачем ты нужен, Димон? Не зря же его драться. Я не знаю, зачем я нужен. А вот он зачем нужен. Ты знаешь, зачем ты нужен? Нет, я не знаю, зачем я нужен. А? Я не знаю, зачем я нужен. Ну как? И топовые наличники. Ну, учитывая, что у нас их один, то да, я топовый. Да, да. Поэтому ты вдвойне нарезал. Понимаешь, насколько ты уникален? Да, их просто не осталось. Ты единственный остался, на кого можно плачать. Смолевич там бывает иногда раз в месяц, но в последнее время редко появляется здесь. Так, смок-атака тем временем от команды OneMove. Пытается найти сейчас гидро, гидро, но гидро грамотно передвигается, не подставляется, может быть, контратака. Сейчас на развороте сами пойдут. Да, да, да. На контратаке, может быть, попробуют. Свен подставляется, штормливает вперед, вортекс по двоим. И стягивают Ликантропа. Ликантропа очень больно, Ликан погибает. Первый минус есть. БКБ, ДД, но это не спасает. Свен и Свен просто убегают. Вообще, конечно, с таким... Ти не бежит, смотри. Да, с таким набором ему бы на развороте ворваться. Он просто откидывает стан, боится, пытается улететь. Но баши, это минус керри команды OneMove. Но после такого... Ну, Ти не мужчина. Да, Ти не мужчина, не мужчина Свен. У Свена был ГДС, был БКБ и было ДД. И он убегал. А Ти не на одной полосочке или на двух хп прыгнул вперед. Не побоялся. Конечно, Ти не респект. Вообще, Ти не красава в этой игре. Я бы ему, наверное, даже... Ну да, он очень много делает для команды. Спейсит как царь. Ну и все, и теперь, по сути, уже ждем добивания. И когда Свен с ДД бежит из драки... С ДД. С Дабл Дем, поджим и ГДСом. Бежит из драки. Ты воин, ты сильный воин. Дерись до конца, даже если умрешь. Но зато у тебя такой набор, может быть, кого-то заберешь с собой. Есть. Даже если ты погибнешь, но заберешь там парочку героев, мне кажется, ты все равно в плюсе будешь, потому что разница в нетворсах уже серьезная. Ну условно, если бы ты просто ворвался там, да, и за БКБ, ДД и ГДС успел бы там, допустим, забрать СФа. Ну, очевидно, ты бы был в плюсе. Да, еще очевидно, что от Штормайна и Сталкера не убежишь. Потому что одни шо-вторые очень быстрые. Согласен. Вообще, странная идея. Надо было бой принимать. Насталкер классное решение сделал. Он решил Кераусу не добивать, потому что в целом у них с атакспидом так-то вроде покапывал порядок. Просто купил себе башера. И с башером такой вот герой, такой мощный получается, что он садится на Свена. И Свена вариант. Либо он бьет Насталкера с кучей ХП, Алибарды, там, уклонения и там еще плейтмейл. Ну, и он его будет убивать довольно-таки долго, даже под ГДС. Либо он его не убьет и просто Насталкера убажит, сука, да. И вот он, типа, пожалуйста, третий кор. Такое чисто на массе. В том числе топ-2 панатурсу Насталкер. Вот оно, вот оно. Помощней Шторма сейчас будет. Сверху. Ой, успевает Айнкрас реагировать. СССР себе дофармил Сатаник уже. Сколько там у него ХП? 3200, да, наличие? Да, пятихаточку урона с руки. 30 брони у него. Попробуй пробей этого парня. 30 брони, 500 урона. Я, конечно, верю, что Свен сильный, но... Будь у него хотя бы такой же Нетворс, я бы еще, может быть, поверил, что может побороться. Но в два раза уступает. Ну, не два раза, но... Сколько там? Почти десятка разниц. В каждом нем и... 9000. СССР, да, много. Пармит себе потихонечку Шартсвен. Видим свет блинк, потом Сатаник. Надо еще жить и жить. А там просто уже база гореть сейчас будет у команды OneMove. И делать с этим что-то надо. Глиф имеется в наличии, поэтому есть возможность потянуть время. Но тут Т3 развалится просто в секунду будет, по идее. Там Тинни уже в позиции. Тинни в позиции. Ой-ой, как он заехал-то хорошо. Поставил в центре. Падают в это время бараки. И врывается на Сталкер. Поймали Рубика. Рубик живет. Тинни. Пошел раскат. Шторм врывается. Вортекс отличный. СССР начинает просто бить с руки по Свену. Но Свен опять жмет БКБ и бежит на базу. Ну, дерись, дружище. Ты же должен драться. Ты не должен убегать. Раскастовывается СССР. И бежит уже Ликантроп. Падает первый барак сверху. Падает второй барак. Это минус вторая сторона. Ну, это я не знаю. Поймали СССР. Пытаются заточить его на ХГ. Но СССР говорит, я не против с вами пообщаться. Давайте подеремся. Шторм продолжает летать. Шторма заканчивается мана. Правда. Но Айнкрада поймал. Еще и туда бонусом запрыгивает Таск в итоге. Вот этот Вортекс. И меня тоже, говорит, отправьте таверну. Это минус два очередные. СССР это время ломает Т4. Т4 драться уже нечем. Свен прожал ГДС. Потратил Блокинг Барр. Он вообще не хочет теперь в драку входить. Ну, и это минус трон. И, похоже, ГГ. Но они сейчас, наверное, подерутся. Последнюю драку устроят. Тинни врывается сам. Поставляется Свен. Дизарм висит. Горит трон. Горит трон. Он просто Клаудрайт кликом наживает на трон. И трон падает. Это 2-0 в пользу команды Гидра. Короче, это тут... Вот на спам такого еще не было. Назву цел. Что команды, которые очень круто играли в групповой стадии. У нас обычно как? Команды, играющие в групповой стадии. Они потом выходят в плей-офф и в первом раунде падают. А тут Гидра, которая в групповой стадии всех развалила, просто выходит и бьет по щам всем. Всех, кого едет на пути. Да, ну что ж, вот такая уверенная, я бы сказал, вторая карта от Гидры. Я что-то как-то не вообще понял. Не понял one move, точнее, на что они рассчитывали. На вторую. Вроде бы задумка ясна, но такое ощущение, что они боялись, что ли, драки принимать. Это ЦК тоже самое было. У них был ЦК, они просто вот... Пармили, фармили. Вот, я говорю, у них вот... Не у одного у меня, да, сложилось такое впечатление. У них какой-то плейстайл такой, довольно обособленный, что ли. Потому что они вот метят в какой-то супер глубокий лейт. Вот если это работало до этого с командами чуть послабее, но мы видим, что с командой, которая с передвижениями, с хорошими драками справляется, то есть это вообще не работает ни разу. Они просто тебе не позволят затянуть игру. Да дело даже не в этом. У них вот темповый драфт, а они вообще ничего с ним не делают. То есть вот с ЦК, да, уже пример привели. У него же отличная была лейнинг стадия. Он нафармил, он был топ-1 на Творс. Они забрали Рошана и потом просто пошли фармить. Как ты, Диман, это называешь? Как я называю это? Ну, когда забирают аегис и просто фармят. А, это техника агрессивного фарма. Техника агрессивного фарма. А есть техника пассивного фарма? Да, это когда у тебя нет аегиса, и ты такой бегаешь, поджатый на своем треугольнике, обставляешься всеми вардами и фармишь максимально. А техника агрессивного фарма, когда ты заходишь на вражеский треугольник и там типа фармишь. Правда, Диман, а есть техника нейтрального фарма? Нет. Нейтрального нет? Нет. То есть среднего чего-то нет, я понял. Ты либо агрессивен, либо пассивен? Конечно. Окей, интересно. Саня, все как в жизни. Ну, мало ли. Просто. Так, ну что, давайте посмотрим хайлайты, наверное, сейчас, которые готовы, я уверен, скоро будут, и вспомним то, что происходило на второй карте. Да. Кстати, а как вы объяснили наличие, точнее, вообще покупка сатаника на пангольере? А мы даже не обратили внимание, фармил он его или нет? Я первый раз такую сборку вообще. Я просто вижу молнии и топор против саленса на шторме и саленсера. Я вообще ни разу, по-моему, сатаника на пангольере не видел в целом, как артефакт. Да нет, возможно, появлялся что-то дисп... Нет, я говорю, я уверен, что я ни разу не видел этого артефака на этом герое. Эбисол видел. Эбисол видел. Молния обнутые видел. Криты даже видел и так далее. Ну, то есть, но сатаника не видел ни разу. Непонятно, действительно, чем это обосновано. Нет, ладно, бог с ним. Понятно, как это будет работать, но когда этот слот появляется там четвертым, пятым и так далее, но не вторым! Но не вторым! Вот это будет очень странно. Сверху. Я уже, знаешь, хайлайты комментировать начинаю. Там тоже все хайлайты, это... Волмов убегают. Убегают. Ну, вот здесь они еще как-то... Маня Иггест выбили и... Дали играться, да. Но Свен... Это преступление против этого героя, я считаю. Что Свен, который прожал ГДС... И убегает. И БКБ, и он бежит, это... Ну, это так не должно быть. Вообще, ну, по-хорошему, если вспоминать еще стадию аналитики драфта, да, мы говорили, что Свен без хорошего фиксатора или контроля в команде, но не работает от фолл совсем, потому что у него окно его безумной эффективности крайне короткое. Это действия ГДС и БКБ. Как только что-то из этого заканчивается, то герой уже теряет свою актуальность. И здесь драка за дракой мы видели одно и то же. Свен, который нажимает там со своей кнопки... Вот здесь вот. Так, а я пошел, все, ребят, всего хорошего. Не ОДД, между прочим. Был, да. Но нет, так не должно быть. Так не должно быть. Ну, наперете, когда у меня там от кулдауницы... А вот... Синяя в этом моменте реально на стальных бубенцах просто запрыгнула в драку, как говорится, не побоялся, и это принесло свои плоды. Ну, тут уже, в принципе, все предрешено. Просто добивают ребят. Так, ну, мужчины, я поздравляю нас с тем, что игры, скорее всего, будут чуть побыстрее идти после этого быстрее. Подожди, Димон, не загадывай, не загадывай. Ты вчера меня, как говорится, за это... Как говорится, тыкал меня в это... Да-да-да. Ну, сегодня 2-0, значит, будет 2-1 и так далее. Так что давай не будем загадывать, Димона, чтобы не сглазить на всякий случай. Ну, вообще, да, я, если честно, здесь я думаю, что ванмов будут до последнего диноза. Ну, ванмов я пожелаю, и раз уж они вот идут у нас в UberLade, все игры, то вместо вот Сленов берите себе Трорблейдов, Фейс Лис Войдов и самый потный лейд, который только может быть, потому что вот с их плейстайном действительно нужно играть вот в супер жадную комбинацию. Ну, а Гидра, она хотя бы зачастую в темп играет довольно-таки бодренько, и в большинстве случаев видно, что они вот, ну, заканчивают до сороковой. Закончить до сороковой на этом турнире, это уже во многих моментах достижение. Мы редко видим игру, которая до сороковой момента заканчивается. Ну, и Слен, вот он, малыш, стоит. Ну, он не в мете. То есть мы изначально так скептически относились к тому, что он появился, но и по игре было видно, что вот такой вот герой, он слишком много условий нужно создать для того, чтобы он себя реализовал. Понятно то, что он не надамажил толком ничего, то есть он там в два раза, по сути, выступает там уже сэфу, потому что, по сути-то, в драках он на участие-то и не принимал. Не, он принимал, он просто бегал. Стан кинул пару тазов. В моем понимании, Кэрри, который принимает участие в драке, этот Кэрри, который дерется, а не просто бежит. Ликану тоже бегать мастеров. Давайте возьмем одних ликанов и будем бегать просто всю игру. Так надо было гоним просто собирать тогда на ликане. И, кстати, все равно Afterlife, да, собрал домик второй. Да, и на Сталкеров закон. Ну, Сталкер, да, там 1400 золота и все, пока. Да. Что-то, человек-то даже скучненько по итогу, да, когда не 2-1 серия получается. Простенько как-то. Ну, в одну калитку. Чего-то не хватает. Не, в одну калитку, я бы сказал. Да, в одну калитку, да. И знаете, чего тебе не хватает, Саня, мне всего хватает. Да, и экшен, а еще не хватает ли Фитана. Я не знаю, кстати, на самом деле, это я так просто на предикте закинул. Я не знаю, кто к нам придет. Да, вот, ждем звонок, и интересно, кто в этот раз придет. Ну, учитывая, что к нам по КД Лифитан приходит. Ну, да. Ну, очароваш. Возможно, он снова придет к нам, ну, да. Ну, а теперь, справедливости ради, у Гидры будет шанс поквитаться с командой Айви за вчерашнее поражение, потому что, я уверен, они не ждали того, что Айви их переграют и отправят в нижнюю сетку. Тема интереснее будет теперь. Да, финал. Да. Я просто там периодически почитываю, ну, разных медийных людей, там даже Инесса заинтересовался финалом, говорит, что Айви это единственная команда, а, это команда, это команда, которая, джем, пауза большая, давай больше про Сёнины, про какую расскажешь, а, обязательно, когда будет следующая пауза, долго, обязательно поднимем эту тему. Айви это единственная команда, которую обыграла Бейт в своё время, по-моему, в Комитане БДС, вот, и теперь она в гранд-финале, собственно. Ну, это ещё старый состав первый, с которым они ворвались на ДОТ-2СЛ, собственно, там всё пока, ну. В следующем сезоне врываются Бейты, а там Даня тоже собрал состав. А там Даня нормальный составчик, который собрал. Вот так вот. Сегодня только вспоминаю. Там Даня, Глеб и плюс-3. Даня, Глеб, Фаник вернулся, да. Глеб, это Фаник и есть. Да, Глеб, это Фаник и есть. И плюс-3. Стоунбэнк, по-моему, там. Про это я сказал. Кто ещё? Неизвестные никнеймы, да? Я не помню полностью состав сейчас Бейт, но это ладно. Ну, там перуанец у них ещё один с ними. Да, 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 забрали его, но они вроде как собираются в Северной Америке выступать. А как вообще так получилось, что теперь у нас составы, где вообще нет ни одного североамериканского товарища? А там по правилам нужно находиться в локации. Просто, да. Да, в локации. То есть они все в Северную Америку приедут? Да, возможно. Ты уже можешь выступать в этом регионе, да. Вау, вау, вау. Такая вот фига. А когда кажут, что они в Северной Америке находятся? Интересно. Фотку скинусь в локации. Я не знаю. Ну, как бы зарегистрировать по пингу, как вариант. Ну, окей, окей. Будем, да, играть-то они на Северной Америке. Подпишем на Instagram и будем ждать фоток. Будем ждать фоток, либо что они будут все дружно VPN-ом пользоваться и так далее, стимулировать Северную Америку. Я уверен, что просто будут где-то в одном месте находиться, в каком-то регионе, оттуда играть. Вот и всё. Так что норм. Ждём пока что созвона. Можем пока поговорить про Сёнина, если хотите? Про что угодно, Саня. Кого любимый Сёнин, Димон? Мой любимый? Я даже знаю, что такое Сёнин, Саня. Сёнин — это жанр аниме, который... Это понятно. Нет, мне непонятно. Ну, я понял, что это аниме, но... Нет, это понятно. Жанр аниме, который в первую очередь предназначен для лиц от 18, даже не от 18, наверное, лет от 15 до 21. Вот примерно. Не знаю, я смотрел «Монскрипт ниндзя», там, по-моему, только от 18... Это не Сёнин. Это не Сёнин? Это не Сёнин. Там нет Сёнина. Ну, Сёнин, короче, для молодёжи, но вот все современные сериалы а-ля «Геройка», «Блич», «Наруто» и так далее — всё это Сёнины. Это всё Сёнины, серьёзно? То есть Сёнины, да. А-а. А, ну тогда всё очень просто. Мы, короче, убираем с Наруто филлеры и вообще 80% того, что там показывается бесполезного. И вот тебе вполне даже ничего такой, Сёнин. Ну, ладно. Мой любимый «Хантер» всё равно. «Хантер x Хантер»? Да. Жалко, что автор не смог до конца мангу довести до финального завершения, у неё там проблемы со здоровьем начались. Ну, такое, вот именно если брать «Хантер x Хантер», идея была классная, но из персонажей там был крутой только Хисоко. Хисоко, да. И второй вот чел, который этот вот, ну, короче... Хисоко — это как Айзен местный. Ну, да, да, да. И второй это чел, который был у Гона, с ним всё время ходил этот беленький блондин. Кайто. Кайто. Ну, вот он, да. Всё, вот это два единственных интересных персонажей. А как же это, как его? Старик тебе не понравился? Вообще ни о чём. У него там был, по-моему, за всё, за весь тюнин у него был один несчастный замес. Один замес у пацана был. И то он его проиграл. А крысу-зодиак тебе не понравился? Мне понравился нормальный, который... Не-не-не. Крысюк, нет? В общем, там не раскрыли сюжетку, там, типа, как... О, у нас есть созвон, наконец-то. Ладно, заканчиваем разговоры про аниме, и давайте пообщаемся с победителем. Дрим к нам приходит, приветствую, Дрим. Поздравляем с победой из прохода в гранд-финал. И теперь шанс поквитаться за вчерашнее поражение, получается, для вас? Да. Да. Как вам серия по итогу с OneMove? Такое ощущение, что довольно просто OneMove вам дались. Ну, да, естественно. Я даже не знаю, что спросить после такого, потому что... Вот по второй карте. Как по 10 баллочке тебе был Свен, насколько он был эффективен? Потому что вот мы сидели с Димоном, комментировали. 90% того, что мы видели, это Свен, который жмет свои кнопки и просто бежит из драки. Он даже ни разу не нападал на вас толком. Ну, да, он линию проиграл в топе, на самом деле, плохо отстоял и был каким-то маленьким по игре, поэтому как-то его не сильно ощущалось в игре. Окей. У вас фактов? Вопросы? Давай. Лимон, давай ты. Нет. Не будешь задавать вопросы? Как настроение перед грандомом? Да, давай вот так. Настроение заряженное. Заряженное? А есть инсайды? На сколько карт рассчитываете в итоге, Сави? На все пять? Или, возможно, есть такое, что там, 3-0 закроете? Я не знаю. Так, глянем, глянем. Не могу так сказать точно. Посмотрим. Они хорошо играли вчера. Ну, ладно, мы вчера тоже очень плохо играем, на самом деле. Сегодня получше играем. Поэтому не могу сказать точно. Слушай, а вот если точно, давай ситуацию смотреть. Ты, Ликантроп, против Санайсталкер. Ты соберешь Хелмух Оверлорд? Или сделаешь что-нибудь другое? Блин, ну там надо подумать. Там я не знаю, какой билд можно вообще сделать другой. Потому что на люкане обычно только через ТТ-шмотка играют. Ну, в рейспак не купишь. Надо подумать. Я просто люкан-плеер, поэтому тяжело. Ну ладно, ты немножко не тому задаешь вопрос, наверное. Надо оффлейнера спросить, да. Да ладно, ну что там? Они на Харитинге на всех лях играют, если что. Я просто тоже не видел. Я не видел еще альтернативы ни разу. Так вот я хочу, чтобы подумали мастера, мастера. Я бы армлет купил пока. Армлет? Интересная альтернатива в итоге. Ладно, не будем тебя на самом деле задерживать. Отправим отдыхать, потому что впереди вас еще одна рубка ждет. И причем, видимо, рубка нереальная. Будет жесткая. Надеемся, по крайней мере, на это. И спасибо большое, что пришел. Будем ждать после победы, как говорится. Да, спасибо. Пока. Пока. Я просто... В таких играх сложно задавать какие-то вопросы игроку, когда, по сути, однокалиточное противостояние. В принципе, так все очевидно. То есть не уточнишь даже каких-то, знаешь, деталей по героям и так далее. В принципе, потому что все ясно. И вот начинаешь спрашивать какие-то такие, знаешь, офф-топ вещи. Так спрати какие-нибудь там эти... Кто твой любимый персонаж, например. Какое аниме любимое? Спроси. Какой любимый сегодня? Ичига или Наруто? Вот, что тебе больше нравится. Ладно. Важная информация для вас, дорогие зрители. Я же уверен, что среди вас есть большая доля, больше, наверное, доли наших зрителей. Это геймеры, по-любому. И для вас есть супер-мега-крутой ивент под названием... Никогда не угадайте. Включайся в игру. Вот, от игровой площадки ВК-плей. Всех участников жду тематические подборки игр с популярными блогерами. Различные задания и приятные награды. В том числе шанс выиграть ВК-капсулу мини Маруся. Моя мечта. Также до сих пор я все еще мечтаю Маруси каждый день. Надеюсь, когда-нибудь я ее выиграю. Также есть приветственный бонус при регистрации на ВК-плей прямо сейчас. Это 5 часов облачного гейминга. Если вдруг есть желание испробовать, обязательно кликайте по баннеру под нашей трансляцией, переходите и регистрируйтесь. Прямо сейчас. А мы уйдем, наверное, на паузу. Пауза, скорее всего, будет затяжная. Я думаю, что порядка, наверное, сколько у нас... Час говорили там. Даже меньше уже, минуточек 40 у нас остается до старта гранд-финала. Так что послушайте приятную музычку и возвращайтесь на гранд-финал. Продолжение следует...